Утреннее творчество. У нас Мортимер, возможно, вкусный. По коням. Что? Кого-то из детей недосчитались мы. Смерть достаточно? Веская причина, чтобы на занятия не ходить. Ё-моё. А если они оголодают, что они? Ещё сильнее умрут? А голубей можно сожрать? Сара, пойду скорбеть. Блин, это же круто. Хеллоу, мои дарлинг, с вами Симона. И я приветствую вас на седьмой серии нашего челленджа «Школа Пансион». У нас наша новоиспечённая вампирша зачем-то разглядывает звёзды. Она думает, она оборотень или чё вообще с ней не так. Опять... Я только хотела вам сказать, что я папку Моц просто всю почистила, чтобы не было вот этих вот ошибок. Но командный центр считает иначе. Спасибо. Да я так вставала! Короче, я тут всех насильно уложила спать. Тут у нас до сих пор ещё не ушли эти гномы дебильные. Ну, потому что типа в 2 часа ночи же закончится праздник урожая. Поэтому ждём, пока они уже покинут эту грешную землю и уже перестанут нам докучать. После наступления полуночи у нас будет понадельник. А это значит, мы будем... Какие принципы программирования у Камерона, в конце концов? А что это такое? Это работа или это что это? Отказаться от учёбы? Я же это делала! Мы же отказывались с тобой от учёбы. Э, слышишь ты? Вот ты ходишь, слоняешься. Ты бы хоть починил тогда унитаз. Воспользоваться компьютером, чтобы найти информацию о вампире. Мы можем ей выполнить сейчас жизненную цель. Слушайте, а мы же для этого можем уйти в библиотеку. Дымывай свой стакан и поехали. Там же есть компьютер. Просто в нашем замке нет компьютера. Там проводка старая. Какие компьютеры? Вы что издеваетесь? Ни одного компьютера? Мы живём в единственном городе в Sims 4, где нет ни одного компьютера? О, компьютер один. Тайны вампиров. О, искать сведения вампиров. Во, красота. Не выполнять действия общения 24-7 часа подряд. Она же общалась вот недавно с этим своим калибром. Да что у тебя с животом? Уже же всё нормально. Ты же уже всё должна была понять. А-а-а, извините, это не из-за этого. Так, а что тогда ещё ей надо делать? Принять участие вы будете... Блин, мы рано это сделали. Так вот почему вампиры такие приставучие. Им вечно что-то друг от друга надо. Это же мы... Подождите, это же мы можем сейчас перейти на новый этот. Младший вампир, как раз она сейчас должна стать. Возведена в ранг младшего вампира. Если она хочет узнать больше, ей стоит заказать книги про вампиров, воспользовавшись компьютером. Пейдж Эллингтон становится младшим вампиром. Она начала взбираться по крутой лестнице вампиризма и надеется достичь уровня великого магистра вампиров. Продолжайте использовать способности изучать вампиризм и общаться с другими вампирами, чтобы повысить уровень вампиризма. Так, Йентош, нам баллов дали до жопы! Нам нужно вампирское обаяние. А что это? Находящийся неподалёку персонажа чувствует влечение. Ой, они и так чувствуют. Её вампирическое обаяние приносит ещё больше успехов в любовных делах. Ещё больше успехов! Это куда же? А, ещё у нас вот это недопрокачено. Сводит использование вампирической энергии до минимума. На использование способности тратится значительно меньше количества энергии. Я, кстати, знаете, сейчас о чём задумалась? О том, что мы зря это сделали. Мы зря прокачали вот это слишком быстро. Чтобы восполнить эту вампирскую энергию, она должна тёмную медитацию делать. Она должна. И за это дают, опять же, вот эти очки. А тут получается, что мы почти не тратим эту энергию. Значит, почти её не восполняем. Исполняем, значит, почти не получаем баллов. И будем очень медленно это всё делать. Пейдж может принудить. Принудить же правильно говорить, да? Других убраться, ремонтировать, заниматься другими замечательными домашними делами. Сила. Чаще побеждает в поединках, более продуктивно занимается спортом. Господи, нахрена вампиру спорт? Устойчивость к чесноку. О, а нам нужно будет сейчас выбрать эту слабую сторону. Короче, давайте вампирскую силу прокачаем и устойчивость к чесноку. Объекты с чесноком не могут приносить вреда. Чеснок это отвратительный сорняк, который, к сожалению, имеет значительный отрицательный эффект на вампира. Пейдж выработала устойчивость к чесноку, и ей это не грозит. Благодаря вампирической силе, Пейдж имеет преимущество в спорте, поединках и драках. Ну, вот красота. Неконтролируемое шипение это палево. Виноватый выпивоха не в её характере. Усохший желудок. Воротит это быть на человеческой еды. Это тоже палевно маленько. Чувствительность нам не надобна. Неряшливый пьяница. О! Это, между прочим, нам на руку. Короче, смотрите, я стратег. Это не просто так, да, вам всё. Надо выбрать вот эту неряшливую пьяницу. Она медленнее утоляет жажду, когда пьёт кровь. А за то, что она пьёт кровь, ну, за сам процесс, тоже даются вот эти вот баллы. Шкала растёт. То есть, значит, чтобы насытиться, ей нужно больше людей укусить. А значит, мы получим больше баллов. Короче, это самое подходящее, на самом деле, в любом случае. Потому что всё остальное либо очень невыгодно, либо очень палево. Вы думаете, я что? Вы думаете, я ушла из дома и я не вижу? Я вижу, что вы все попросыпались. Зачем это главное? Ой, я никогда не видела это шахматы из кустика. Рядом с настоящими шахматами, господи, гениально. И какой-то копатель. Копатель онлайн. Можно половить рыбу. Из рыбы, по-моему, кстати, делаются пакеты с кровью. Блин, надо было ей выбрать что-то про летучую мышь. Потому что она сейчас будет идти сто лет. Хотя, куда ей торопиться, правильно? Мне, кстати, вот интересно, зачем вообще вампирам, в принципе, вот эти вот все пафосные. Быстрый бег, обращение в летучую мышь. Они еще торопятся куда-то или что? Получен навык рыбной ловли. Ну, давай, я в тебя верю. Нифига. Это что вообще за морские чудовища? Что это за река, блин? Амазонка? Какая-то радужная рыба. Это вообще удильщик. Ушел. Он ушел в свою естественную среду обитания, где он и должен быть на самом дне. Примерно, не знаю, сколько километров. Там вообще рыба-скелет японский ты городовой. Да поймай у кого-нибудь-то уже из них-то давай... Блин, я так боюсь, кстати, сейчас вот... Вот я сейчас буду смотреть в эту бездну. Она начнет смотреть в меня. Прикиньте, сейчас наткнемся на какую-нибудь рожу страшную. Привидений нету, зато есть какая-нибудь рожа стрёмная под водой. Похоже, рыба здесь крайне изобретательная. И Пейдж ничего не ловит. Попробуйте отправиться в другое место и повысить уровень навыка. И попробуйте использовать наживку покрупней. Нет у нас вообще наживки-то никакой. Может, тут где-то можно каких-нибудь лягух поискать. Хотя, блин, если рыбы очень изобретательны, то что там про лягушек говорить? Вы когда-нибудь пробовали поймать лягушку? Я пробовала. Ну, это как бы вообще-то очень сложно. Давайте вот здесь еще раз попробуем. Так, сейчас посмотрим, у кого как прошел праздник урожая. Успешно прошел у Кэмерона. Просто прошел у Айрис. И ужасно прошел у Дианы. И у Тресси ужасно. И у Сары прошел ужасно. Вот у Прима просто прошел. Конечно, рыбы, говорят, изобретательные. Хотя, я вообще не понимаю, какого хрена удильщик не набросился просто на эту наживку сразу же, как только ее увидел. Потому что у них там, где они живут, на дне вообще нет еды. Ну и поймала бы удильщика. Ты что, вообще настолько безнадежно? О, ловит корюшку. Можно из нее сделать пакет с кровью? Да. Сматываем удочки, ребятки. Ну, прям делает вид, как будто она дорогу знает. Может быть, от того, что она прячет темную сторону, может быть, от этого будет тратиться энергия вампирская. Уже хоть от чего-нибудь она будет тратиться. Вот опять, пожалуйста, ошибки, обнаруженные командным центром. Спасибо, пожалуйста. Почему все попросыпались? Четыре утра. Я сегодня вот во столько и легла примерно спать. Вот и вы ложитесь. Опа. Утреннее творчество. Нету никого, ни привидений, ни гидри нету. Скелихельда опять пропала. Кто-нибудь хоть раз видел, как она уходит? Девочка моя, кошечка моя, чем займемся? Можем зловеще поиграть на органе. Тебе же нравится? Сыграть песню из кинофильмов. Давай странные симы. Мне кажется, это прям идеально подходит для этого челленджа. Это же похоронный марш. Или очень похоже на него, по крайней мере. Или на органе все звучит, как похоронный марш. Так, тут ребенок опять испужался. Что интересно, она теперь не спрыгивает с кровати. Она благоразумно просто лежит и не свешивает конечности с кровати. Рубрика интересные факты. Стивен Кинг спит тоже таким образом, чтобы ни одна конечность не свисала с кровати, ни в коем случае. И все должно быть укрыто. Ну не то, чтобы прям боится чудища под кроватью, но какой-то такой страх у него есть. Вот, в каком-то интервью он рассказывал. Давайте попробуем поговорить с чудовищем из-под кровати. Вы же вечно сами порываетесь поговорить с ним. Сара не смогла пообщаться. У Аурин тоже самое. Прима, тут для тебя есть работенка. Что? Стирать в корыте Прима пошла? Неужели Прима... Кто бы сомневался, да? И возмущается такая, что это здесь какое-то говно разбросано? Ой, кстати, нас там родители должны прислать по косарю. Вот, 6 тысяч прибавилось, супер. А что мы здесь делаем-то все еще? Я думала, они исчезнут, когда закончится весь беспредел. Тут проклятые объекты! Давайте не будем стирать вот этот проклятый объект. А, восстанавливать завесу между мирами, то, что мы его сломаем. Ну, то, что мы его сотрем. А если не сотрем, получается, что будет истончат. Ну, скучно. Скучно просто, в конце концов. Где вот эти всякие мрази-то, которые у нас... Пускакули. Так весело было в четвертой серии. Я прям как сейчас помню. 6 утра. Может, ты все-таки доспишь маленечко? Хотя, в принципе, в 7 уже подъем. Кого мы обманываем? Кто из нас не любит доспать еще часик? Ты же просто проснешься опухший, разбитый и все такое. Но мы все равно это делаем. Все мы немного рин. Пейдж узнает из книги, что существует особый напиток, который позволяет вампирам в течение ограниченного времени находиться под прямыми лучами солнца. Но есть одно но. У нас нет барной стойки. Нам нельзя здесь ставить барную стойку. Здесь дети. Видели? Поменялась? А что же она в прошлой серии-то не менялась? Ой. Десятый уровень навыков вампиризма? А десятый, это что, не максимальный? Так, все. 7 утра. Айрис, а ты не собираешься уходить? Человек хочет в туалет сходить. Все, уже пошел. Парад. Скорби. Опа. Мортимер. А что ты здесь шляешься? А может мы его куснем? У нас Мортимер, возможно, вкусный. По коням. А, так вот зачем вампирам быстрое передвижение? Потому что люди торопятся. Логично, у нас-то мало времени. Мортимер домой сегодня не пойдет. Вот, и у нее теперь типа не две стрелочки, когда она пьет, а одна. Потому что она проливает и обляпывается вся кровью, вместо того, чтобы нормально попить. Я сейчас не понял. Это какой-то протест? Ты ничего не приготовил? А, приготовил. Ну, идите жрать, короче. У Пэйдж завтрак уже начался, как бы. Опа. Это что такое? Вот чем мы сегодня займемся вечером в свободное время. Так, кто у нас самый шебутной? Трейси. Она как раз зарядилась энергией медведя. Она решила, что она теперь медведь. И лес это ее дом. И она решила залезть в какую-то берлогу. О, а я даже не заметила, кстати, что Прима, оказывается, пошла. Полы мыть плюс три. Можно бесконечно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода, и как Диана смотрит на то, как течет вода. Теоретические занятия. Здрасте, куда? Так, вот Диана пошла читать обаяние. Молодец. Кого-то из детей не досчитались мы. Раз, два, три, четыре, пять. Я тебя вычислила. Минус пять. Да ну-ка иди быстро сюда. Занятие, на которое записан Камерон. Э, э, какие занятия? Я тебе сказала, да отказаться, конечно. Кому это надо? Вы дали дельный совет. Юдит, Флекс и я не будем встречаться. Спасибо за помощь. А это ты ее обрюхатила? Она у нас там ходила с пузом. Правда, в другом сохранении. Но это не важно. Ну, правильно. Не надо вам встречаться. А то, ишь, мы там вампирскую силу качаем. Ты что хочешь? Чтобы мы тебя через коленку просто сломали? Все прополол. Ни жуков никаких не летает. Ну, может. Может же, когда захочет-то. Может, правильно. Да на каких ты занятиях в университете? В конце концов. Ты что, тупой? Какая-то такая сегодня у них уютная погода. Как будто бы, знаете, тут всегда должна быть такая погода. Дождь, теплый свет от свечей, каминов, всего такого. Отказаться от учебы. Камерон хочет отказаться от учебы. Да. Хочет от учебы. Мы только расплатились. Капец, а как же мы? Как же так-то? Как же? Я знаю, что мы будем делать. Вот в холодильнике у нас до хрена всего. Вот, например, вот эти 10 яблок очень помогут нам заработать. Золотая рыбка, вот, 7 денег стоит. Лучше уж будем готовить что-то без ингредиентов, но хоть как-нибудь-то нам надо из этого положения-то выйти. Вот эти, вот эти. Хочу, я хочу очень продать вот это говно. Вот эти. Я знаю, как мы это сделаем. Давай, перемещай все это в мир за 40 симолеонов. Ха-ха-ха. Вы думали, я вас не переиграю? А, там еще Гидри написал какие-то картины. Давайте продадим их коллекционеру. Вот эту и вон ту. Занятия заканчиваются, девчонки. Прима, бросай книжку. Мы идем злить каких-нибудь тарантулов. Давай попробуем снова призвать Скилихильду. После этого призовем мертвых. Кто опять варит эти гребаные макароны? Это Элла была. У нас уже скоро сами девочки будут состоять просто из макаронов с сыром, потому что они кроме макаронов с сыром ничего не жрут. Четвертый уровень в навыке ясновидения. Как же нам заработать деньжат? Ты же у нас бессмертная. Придумай что-нибудь. Может, что-нибудь у Калиба стырем. А как навык Примы может помочь нам? Надо уже начать принимать людей, типа там у которых муж в запое. Чтобы выбросить мусор, нужен мусорный бак. Но вот эта штукень, она для вас что, какая-то шутка? Что, получилось? Вот она. Мы теперь призываем мертвых. Ну, правильно, потому что уже без мертвых невозможно. Получен доступ, вот, к коктейлю защита от солнечных лучей. Провести жуткий ритуал со Скелихильдой. Давайте проведем жуткий ритуал. Как раз, может быть, из-за этого и пару прогуляем. А Скелихильда не парит. Почему нам раньше не приходило в голову Скелихильду привлечь вот к этим всем нашим штучкам? Я надеюсь, что сейчас что-нибудь пойдет не так. Это будет хотя бы весело. Пэдж тем временем узнает из книги, что очень могущественные вампиры иногда передают свой опыт персонажам, которых обращают в вампиров. Ну, ты, этот, губу-то закатай, ты, во-первых, еще не так много умеешь, а, во-вторых, еще и обращать никого не умеешь. Успокаивайся. Спокойнее, без эмоций, там, книжки эти читай свои. Че? Неудобно. Конечно. Вам вот было бы удобно на стуле, который над полом находится в полуметре? Опа-пэй! Ритуал завершен. Прима чувствует, что ее нематериальная сущность отправилась в загробную жизнь. А ты откуда хавку наколдовала? Можно прикалываться теперь ходить. И Скилихильда, главное, тоже теперь призрак. Казалось бы, да? Куда уж в Скилихильде, там, это, быть мертвей? Но, как выяснилось... А мы можем напугать девчонок? Испугать! Давай, 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 давай. Офигеть! И это на 4 часа. У нас занятие началось новое. Развобождает тебя от занятия то, что ты призрак? Типа, умер. Житель умер от депрессии. Смерть достаточно? Вообще, веская причина, чтобы на занятия не ходить. Творческие занятия начать. Что с вами произошло? Поблизости от жуткого члена семьи. В эту секунду вы живы, а в следующую выглядите вот так? Блин, это же круто. Истерично смеяться. Это у нее такой ритуал тоже. Каждый раз после того, как она поиграет на пианино, она все время истерично смеется после этого. Можно завладеть гитарой! Офигеть! Всполошиться из-за привидения. Общение со сверхъестественным лишит мужества даже самых сильных духом. Да ладно, не парься, это же твоя подругела. Что ты? Ну вот, вот это уже наш любименький Теребилис. Вот это я уже понимаю. Пошла вода горячая. Надо, кстати, призвать мертвых, потому что, возможно, и с призраками вот этими, с духами тоже появилась какая-то новая, новое, может быть, какое-то взаимодействие. Навык-то повысился. Чувство страха повисает над персонажем по имени Диана. После того, как она узнает о себе, кое-что новое. Внутри нее появляется новый страх, который становится все сильнее и совсем скоро парализует персонажа по имени Диана. Куда? Завладеть зеркалом? Ё-моё. Я не уверена, что вы одно и то же исполняете, но звучит классно. А чем занимается Скеллихильда? Что? А женщина-то огонь. Блин, помните, Диснеевский есть мультик, очень старый, где там скелеты танцуют. Типа этот... Это просто вот что-то из этой опер. И пошла куда-то. Ну я не могу вообще. Этот танец от Скеллихильда я буду помнить еще очень долго. Подождите, кстати, я что-то вообще у меня очень давно в семьях не было призраков. Напомните мне, пожалуйста, у призраков тоже есть вот эти все потребности. А если они оголодают, что они еще сильнее умрут? О, так это вон можно 15 роз продать. 52 по дуба. По дуба или по дуба? По дуба, шубу, шубу дуба. И 12 тысяч итогов. А нам нужно в три раза больше. Вообще, у нас просто... Я-то думала, что это замок странный. А это ученицы в нем странные. Одна медведь, другая призрак. Можно еще и тыквы продать. О, 133 символиона нашли в карманах. Нормально, идем. Все, поехали. Стирай давай. Учится дискутировать. Это какой навык? Научные исследования и дебаты. Зачем тебе это, заюш? Репетировать речь. Почему ей все время после пианино хочется истерично смеяться? Я не понимаю. Она даже после органа истерично не смеется. А после пианино все время. Господи, это просто... Это не урок, а дурдом. Просто посмотрите на это. Даже вот эта девочка думает. Господи, куда я попала? Занятие окончено, кстати, девочки и мальчики. И все такие... Сара, пойду скорбеть. Послушайте, женщины, хоть кто-нибудь уже в этом доме поможет камерону постирать вещи? Кто? Какая женщина поможет камерону? Я! Пособираю по дому. Может быть, побольше корзин поставить? Да у нас даже денег нет. Кстати, грязную одежду можно ведь продать. Опа! Дебора приперлась. Иди ты тоже, блин, стирай в конце концов. А все, а все. А скиллихильда больше не призрак. Мне кажется, она какая-то просто чересчур сегодня вообще любвеобильная. И она ничего не хочет делать, только радоваться жизни, трясти попой костлявой своей. Вообще, слушайте, мы прям много с чем разобрались сегодня. Единственное, с чем мы не разобрались, так это с тем, что у нас нет денег. Не возбраняются получать большинство голосов. Теперь что, драться надо? Не, хотите драться, давай драться. Мне пофигу. Ставим жрачку. Идите все кушаться. Вообще, тут некоторые даже с завтрака, с восьми утра не проголодались. Блин, а как же она будет сейчас спиритически эти все штуки делать, если она спать хочет? Куда? Какая моргана? Просто поешьте. Вот мне сейчас скажи, пойдем жрать. И я, 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 я подорвусь прям. Наконец-то, вы видите, наконец-то у нас постиранный шмот. Пойдем в башню, призовем мертвых. Давайте со скиллихиллой, раз она по дому ничего не делает. Ой, и Дебору можно позвать. Человек умер. Она, наверное, ну, как-то разбирается, наверное, в призраках, в загробном, да? А скиллихильда не может теперь туда попасть. Она же больше не призрак. Ну, ладно. Пусть, может быть, все-таки скиллихильде придет в голову тогда что-то сделать по дому. Мне правда пора. Спасибо за отличную компанию. Так, и как ты покидаешь? Вот сейчас мы увидим впервые, как скиллихильда покидает наш дом. Что ж, очень просто. Через дверь. Сеанс прерван. А чё? А, Прима теперь устала. Ну, ладно, пускай тогда Прима пойдет подрыхнет. А мы? Что вы думаете? Мы будем тут тратить время, да? Короче, мы отправляемся к нашему этому хахалю и выполним вот это вот все. Может быть, все вместе к Владислаусу сходим? Здравствуйте. А у них тут есть гробы? У вас даже гробов нет. У них есть башня, в которой нет ничего, но на нее есть лестница. И тут есть окно. Это башня для того, чтобы вот здесь вот встать по-вампирски, зловеще пялиться на людей. Добавляем вас в группу и пойдемте вот сюда посетить дом. Как нет никого дома. Давай-то до вот этого бегуна сожрем. Чё он здесь ходит? Может, смотрите, какой чувак-то аппетитный. Акалеб такой. А мне норм, я с утра поел. А голубей можно сожрать? Вот он ходит. Я надеюсь, ты идешь домой, Владислаус, потому что мы к тебе в гости собирались. Как ценитель качественной крови, я высоко ценю выдающиеся напитки, которые утолят любую жажду. Благодарю. Ты с каких пор вообще стала ценительницей? Это какой человек? Третий, четвертый, которого ты кусаешь? Ни хрена себе, с вас просто ценитель. Выкобенивайся, ну хотя бы правдоподобно. Все, Владислаус пришел домой. Вот, посетить Владислауса. Тот персонаж оказался невероятно вкусным. Запомните его имя, его зовут Маркус. Учи нас, о, мастер. Здорово. Калеб, что ты понтуешься? Тебе надо было два шага сделать. Надо было обязательно вот это включать форсаж свой, да, вампирский. Вот, завершаем еще одно. У нее пять тысяч баллов счастья. Так это ж надо их потратить. Нет, ты, Пейс, главное помни, что с тебя ни копеечки не взяли. А главное, что тебе не оторвали голову. Блин, тут у Владислауса, кстати, крутой склеп же. Вот этот. Я думаю, нам надо туда наведаться. Пейдж того же уровня, что и Калеб. Калеб тоже начинающий. Младший. Так давайте тогда с ним спарринг устроим. Дружеский. А вдруг мы победим? Мы же вампирскую энергию прокачали. Магазин наград. Денежное деревце, на котором персонажи могут вырастить свое богатство. Девочки, мальчики, я понимаю, что это читерство. Но, во-первых, этот момент мы в правилах не обговаривали, да, а что не запрещать, что разрешено. А во-вторых, мы эти 5000 баллов честно заработали. Нам нужно денежное дерево. Этот несъедобный фрукт озолотит любого персонажа, который его посадит. Тебе еще и кроме плазменного этого дерева надо еще и вот эту хрень выращивать. Давайте спарринг. О, теперь хотя бы Пейдж участвует в драке. И, кажется, получает люлей очень сильно. Ничего, мы Владиславус еще свергнем. Я сейчас не поняла, Владиславус сейчас вот таким образом в отпуск уехал? Слушайте, а раз Владиславус смылся, может, мы это, того? Калеб, хороший парень, всему нас научил. Это, получается, Пейдж стала вампиршей до первого раза своего. Пойдем, говорит. Ну все, ребятки, достаньте свечи, настройтесь на романтический лад. Пейдж собирается в первый раз заняться в уху. А у Калиба мы не первые. Ну ладно. Короче, я предлагаю, ребятки, голубков оставить и отправиться в замок. И сходить с Тресси в какую-то нору. Ну вот опять эти ошибки. Использовать моды. Вот главная моя ошибка в этой жизни. Давай возьмем подругу какую-нибудь. Вот у нас Рин как раз. Очень хорошая нам подруга. Отправиться на утесы. Мы с Тамарой ходим парой. Кто потратил 8 симолеонов? Отправиться на утесы. А, то есть даже не будет головоломок, типа, поверни туда налево, направо. И думала, это типа как секретная локация. Что тут есть интересного? Есть кусты, в которые можно поссать. Есть пруд, чтобы плавать, но мы этого делать не будем, потому что на улице просто дубак какой-то. Все? Может, хотя бы в какой-нибудь луже попрыгаем? Какие-то есть осенние игры. Они сбежали, короче, на утесы. И поиграли, например. Думала, нифига себе. Секретную локацию не замечали все это время. Девки сбежали, чтобы поиграть под дождем. Ну и все, и наигрались. Все, теперь идите домой. Самое увлекательное путешествие в 74, которое вы могли бы наблюдать. Пейдж, а ну-ка домой. Пойдем, тебе надо посадить вот это. Прямо рядом с плазменным этим деревом. Все, красота. У нас теперь есть денежное дерево. Я думаю, что это прекрасный повод. Куда ты пошла? Я вообще... Стой! Я тут вообще-то прощалку хотела записать. Денежное дерево мы посадили. И на этом, я думаю, надо заканчивать сегодняшнюю серию. В следующей серии мы попробуем посмотреть, что еще нового может теперь наша прима на четвертом уровне. Между прочим, навык и сновидение. А я напоминаю, что максимальный пятый. И когда она его достигнет, этот челлендж закончится. И она будет считаться его победителем. И вообще по жизни победителем. И мы узнаем с вами ужасную тайну этого замка. Почему же здесь такая чертовщина-то творится? И что вообще с ним происходит? А пока подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Присоединяйтесь ко мне в других социальных сетях. Все ссылочки, как всегда, в описании. И всех уже люблю. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok